Вторая мировая война знает множество уникальных личностей и случаев. Об одном таком человеке мы сегодня и вспомним. У РКК не было монгольских орд, о которых вещал Гебель в своих выступлениях, но были такие люди как товарищ Ким, советский командир корейского происхождения. Причем тем тяжелым летом 41-го он уже был грамотным и опытным кадровым командиром 2-го батальона 409-го от стрелкового полка 137-й стрелковой дивизии. В середине июля 41-го года Вермахт столкнулся с упорным сопротивлением в районе Могилева и самом городе. Гудериан, встретив на пути мощный заслон и крупную оборону города, решил доверить штурм города, пехоте и основательно потрепанной 3-й танковой дивизии Вальтера Моделя, а основной танковый клин направить дальше Кричево и Смоленску. В сложном положении находились и РКК. Город был окружен, а дивизии, которые не попали в кольцо, спешно отходили. Каждый час промедления грозил советским войскам новым котлом. Немцы стремились быстрее захватить город Кричев и переправы, не дав советскому командованию отвезти войска за реку Сож, выстроить там новый рубеж и создать новый заслон на пути к Смоленску. Практичность и целесообразность говорила немцам, что нужно отсечь отступающие советские части и разгромить их в новом котле, в лучших традициях Блицкрига, но у немцев были свои сложности. Танки Гудериана уже почти месяц беспрерывно наступали, теряя технику, как безвозвратно, так и выбывшие в ремонт. Моторресурс техники был на пределе. Рембазы из тех, что успели развернуться, были глубоко в тылу и отстали. Техника нуждалась в пополнении и обслуживании. Командование 24-го моторизованного корпуса на базе 4-й танковой дивизии создает передовую камв-группу в составе 1-го, 2-го батальона 35-го танкового полка и 7-го разведывательного батальона под командованием полковника Эбербаха с целью прорваться к мостам через реку Сож и ворваться в Кричев, удерживая город и переправы до подхода основных сил. Вот эту ударную камв-группу и нужно было задержать капитану Николаю Андреевичу Киму и его 2-му батальону 409-го стрелкового полка, имея всего лишь 600 активных штыков и 2 батареи 45-к. Первый бой произошел в 5.15 утра 17 июля в близ села Сокольничьи на поступок к городу Кричев. Рано утром разведывательная дозорная группа и 79-го пионер батальона, состоящая из легких танков ПЗ-1 и бронетранспортеров, с целью обнаружить силы выставленного РКК-заслона на пути группы Эбербеха, засечь опорные и огневые точки, определить их координаты и ориентиры. Об этом бою и его подробностях мы можем узнать из воспоминаний командира пулеметной роты Ларионова пройдет всю войну и командира батареи Петрова попадет в плен после этого боя. Столкнувшись с сопротивлением, немецкая разведка откатилась назад и сообщила о копавшихся русских пушках на подходу к городу. Эбербех решил использовать главный козырь своей камп-группы, насыщенность артиллерии и смешать позиции 2-го батальона огнем. Артиллерия получила координаты и начала массированный обстрел позиции батальона Николая Кима. Капитан Николай Ким, понимая, что сейчас от батальона ничего не останется, а немецкая артиллерия вне досягаемости, он отвел свой батальон на новые позиции и закрепился в городе. Эбербех запросил воздушную разведку и узнав, что советских частей уже нет на позициях, в 9.30 отдает приказ на выдвижение по Варшавскому шоссе. Вперед пошли танки 2-го батальона 35-го танкового полка при поддержке 1-й роты 34-го мотоциклетного батальона и 1-й роты 12-го полка. В город немцы ворвались в 12.30, но на улицах Кричева они встретили снова сопротивление батальона Николая Кима и частей 73-го полка 24-й дивизии НКВД. До самого вечера советские бойцы сдерживали авангард немцев, а потом отступили и взорвали за собой мосты через реку Сож. К вечеру 17 июля 41-го года город Кричев был в руках немцев. К 18 июля камфгруппа Эбербаха смогла соединиться с танками 3-й дивизии у села Малявичи и захлопнуть Чаузский котел. 2-й батальон Кима соединился с частями 7-й бригады ВДВ Жадова и вместе с ними воевал и выходил из окружения. В чем же здесь героизм, спросите вы? Где десятки подбитых немецких танков? Я отвечу, что здесь нет чудо-богатырей в привычном понимании этого понятия, но здесь есть грамотное выполнение боевой задачи. Капитан Ким правильно распорядился теми силами, которые у него были. Он не дал глупо погибнуть батальону под артиллерийским огнем. Он знал и понимал возможности противника и его вероятные действия. Грамотному и обученному врагу, который имел помимо танков еще и штурмовые группы пионер батальона, которые ранее успешно захватывали и подрывали советские доты, отмороженную и обученную мотоциклетную разведку, которые в авангарде наступающих частей брали переправы и мосты и держали их до подходов основных сил. Такому врагу можно было противопоставить только свои грамотные действия и навыки. Батальон Николая Андреевича Кима выполнил свою задачу, задержал врага и позволил многим советским частям организованно отступить, не попасть в этот котел, закрепиться на новом рубеже и навязать врагу тяжелую битву за Смоленск. Такие офицеры, как Николай Ким, тормозили немецкий Блицкрик, срывали его сроки. Приказ от 18.04.45 о награждении подполковника Николая Кима орденом Красного Знамени. Николай Андреевич прошел всю войну и был неоднократно ранен и лежал в госпиталях. Победу он встретил в звании подполковника и командира 111-го гвардейского краснознаменного полка 46-й армии 3-го Украинского фронта. Уникальность товарища Кима еще в том, что он всего лишь четвертый, кто был трижды награжден орденом Красного Знамени. Первые три – это генералиссиму Сталин, маршалы Жуков и Говаров, а четвертый – это подполковник Николай Ким. Славная жизнь подполковника Николая Кима закончилась 7 декабря 1976 года в городе Бекен, где его проводили со всеми воинскими почестями. Вечная слабая память грамотному командиру и смелому воину Николаю Андреевичу Киму Чонг Пхунг. Спи спокойно, товарищ Ким. Куда мы попали? Вермахт, Восточный фронт. Для немецкого солдата и Третьего рейха Вторая мировая война началась не с Восточного фронта, но она стала началом их конца. Восточный фронт всегда стоял особняком в этой войне. Он был тотальным и безжалостным, здесь умирали и жили по другим правилам. Он был другим. Вермахт и СС задавали на Востоке тонный стиль этой мясорубки. Когда они шли на Восток, им говорили, что здесь будет война идеологии, война на уничтожение. Советским гражданам и солдатам РКК немецкий Ганс мог предложить петлю, горящий амбар или глубокий ров. Так почему Ганс решил, что сам может рассчитывать на лучшее? Возможно, что в жаркой африканской пустыне немцы могли рассчитывать на благородные жесты, почетный плен и прохладный лимонад от английского Томми, но на Востоке нет. Они сами запустили этот страшный маховик. Да и климат у нас другой. Если на Восточном фронте было так легко, а советские бойцы, подобно оркам, тупо бежали на немецкие пулеметы, как часто они сочиняют в своих мемуарах, то почему отправка на Восточный фронт очень быстро стала равносильно наказанию рядового и унтер-офицерского состава вермахта? Почему уже зимой 41-42 года, сидя в берлинских кинотеатрах и смотря пропагандистские ролики, обмороженные и покалеченные фронтовики, которым посчастливилось вырваться из ада из-под Москвы, свидетели прямо в зале кричали вранье в ответ на победные реляции и дифферамбы, которые звучали с экрана? Да потому, что немецкий солдат очень быстро понял, что на Восточном фронте у него нет выбора. Там только один вариант – победить или погибнуть. Вот только победа никак не наступает, она как неуловимый призрак, а вот шаги неотвратимого возмездия слышны все ближе. Немецкий солдат быстро понял, чем дальше он углубляется в необъятные просторы СССР, тем меньше у него шансов вернуться обратно. Немецкий солдат понял, что Гитлер привел его в ад, а Восточный фронт для вермахта СС – это переполненный, несущий в бездну пояс, и у каждого из них в кармане билет в один конец. Ну а у нас на сегодня все. Обязательно пишите свои комментарии, что вы думаете. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, и нажмите на колокольчик. До скорой встречи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok